Люба под Мазалтом, она родилась в 1933 году в семье Муло-Илау-Хаим Мошеева и Мазалтом Калантарова. Муло-Илау-Хаим был сыном Муло-Заулуни Мошеевой, это один из филантропов, можно сказать, города Самарканда, это являлся ее дедушкой. Второй ее дедушка Муло-Якубий Халам, сын Муло-Исокий Халам, сын Муло-Амром Калантарова, который являлся сыном Муло-Моше Калантарова. Кого наши дедушки, прадедушки, отцы наши спят в той кладбище, которую он купил, чтобы сделать кладбище бухарских евреев отдельно. Если я вам расскажу историю, кладбища евреев города Самарканда у вас слезы пойдут. Какие раньше были кладбищи, где они были, как они были? В некоторых кладбищах построили даже дома, как мы называем, Пштигории Стонии. Это были еврейские кладбищи. Они сделали построить там дома, люди жили в подвалах, в стенах, были кости людей. Муло-Муше Калантар не мог это выдержать. И ее прапрадедушка, он дал свое имущество, чтобы купить отдельный участок. Это было тысяч 170 лет назад, чтобы иметь отдельное кладбище для бухарских евреев. Любовь от Мазалто, росла в семье Муло-Илеву Хаим Мошеев и Мазалто Калантарева Мошеева среди своих семь братьев и сестер. Это старшая сестра Шошана. Вторая сестра Джоя, мать многих наших талантливых людей, а особенно Муло-Михуэль Завул. Я не мог понять, почему он себя всегда называет Завул. Когда я учил Геморрая Йома-Дафьоми, Геморрая говорит, внутри святости. В храме называлось Кодэш Кодэшим, святая святынь, и это место называется Завул. Завул Бет Элокену. Тогда я понял, почему Муло-Михуэль. Назвался Михуэль Завул Кодэш Кодэшим. Третий ребенок этой семьи, это человек, который ни один день в мой класс, не захотя меня научил математику, но он меня научил жизнь, это Давид Ильяевич. Слушайте внимательно историю, которую очень редкие люди знают. Мне было 6,5 лет, 86 год. Мой отец со мной вышел по улице прогуляться до Махалы, после поминок хорошей погоды. И он встретился со своим учителем, Давид Ильяевич. И мой папа говорит, мы алим, им пачим, он первый класс на Рафтель, а он уже в математике с 7 классами, он, его савол дурлет. Давид Ильяевич, меня спросил вопрос, умножение, деление, я тут же ответил. Три вопроса спросил, потом он вынес один железный рупий с головой Ленина, и он дал мне этот доллар, рубль, и он сказал, это от меня тебе, что ты меня переубедил. Но если ты меня переубедил, тогда знай, что каждого математика 26 школы ты переубедил. Заходя в первый класс, у меня была массовая энергия, которую я получил от этого человека. Он ни один день ко мне в класс не зашел, но он мне дал эту энергию. Ой, мам, ой, учителю, если он уезжает своего ученика. И честь этому учителю, если он поддерживает своего ученика, который в будущем, один день этот ученик будет большим человеком. Четвертый ребенок этой семьи, это мать матерей, воспитавших прекрасных детей и внуков, это Тодлена, ее сыновья, когда я только открыл синагогу 5 лет назад, скоро будет 5 лет, они пришли, три брата, особенно Молос и Монтов, и сказали, что в любой момент, у вас что-то в синагоге не хватает, вы нам дайте звонок, и тут же у вас будет. Бару Хашем, Хашем за всеми следит, и до сегодняшнего дня никому я никогда не звонил, но я вам скажу, эти люди, они натуральные люди. Следующий ребенок этой семьи, это сын Соломон, и шестой ребенок этой семьи, это Люба. Дайте я вам объясню, кто это такая женщина. Тетя Люба, замуж, выходит в 54-м году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова